Дорога ценная Дорога ценная Дорога ценная выпало полтора инча, это где-то 5 сантиметров воды, у меня во дворе казан стоит на 50 литров, вы знаете, он почти заполнился водой, вот, здесь дождь пошел, хотя говорят, что в Калифорнии осталось воды всего на один год, но не знаю, потом что будем делать, не знаю, здесь хотят канализацию в питьевую воду превращать, то есть такая у них здесь концепция, еще не опресняют соленую воду и делают из нее не соленую воду, вот, один человек сказал, говорит, Максим, когда у тебя кружку кофе с кофе приносит, такое ощущение, что у тебя там сигарета коптит, ты, говорит, выше поднимай кружку, говорит, а вот так стоит, будто бы у тебя, знаешь, пепельница, и ты вот так типа куришь, это кофе, это кофе горячее, бодрящее, ой-ой-ой, итак, сегодня я буду отвечать на ваши благословенные вопросы, рад, что вы там, еще раз приветствую всех, кто в интернете подключился ко мне, пусть Бог благословит, так, вопросы сыплются разные, вы знаете, когда вы в чате пишете мне, что-нибудь там пишете, я не могу иногда даже вот во время прямой эфира разобрать, что вы пишете, и мне очень сложно воспринять, итак, Хелен пишет, да явит милость Господь в моей жизни, в жизни моей семьи, и исцеление от всех немощей и болезней, благословение Господа во имя Иисуса Христа, дорогая Хелен, дорогие друзья, я благословляю вас, и я прошу Господа коснуться вашего здравия, укрепить вас, дать вам сильный иммунитет, благословляю вас именем Иисуса Христа, да пребудет с вами Господь, да явит свою славу в вашу жизнь, во имя Иисуса Христа, аминь, аминь, аминь. Спасибо вам за такой комментарий, за просьбу. Еще вопрос, значит, дожди есть, все нормально. Из Лондона, пастор, если человек был укреплен из грязи в церкви, и после того, что стара использовала грязи снова, он грешник? Конечно, грешник. Вопрос, пастор, если человек получил свободу от наркотиков, а потом снова стал употреблять наркотики, является ли он грешником? Вопрос, давайте вот так. Начнем с того, что вредить своему телу, я бы не сказал, вот сейчас послушайте очень внимательно. Например, вот я люблю кофе, скажите, я грешник или нет? Ну, ведь зависимость же есть, наверное, есть. Но какая, какая зависимость-то? Посмотрите, в чем разница? Кофе бодрит. Но теперь, если взять сахар, попробуйте прожить недельку без сахара. У вас тоже есть зависимость? Сказать, что вы грешник от того, что вы любите сахар и кофе, я бы не сказал. Теперь, когда люди пьют, почему это считается грехом? Потому что человек теряет контроль. Посмотрите, когда я вливаю жидкость алкогольную в себя, я никогда этого не делал, я просто, к примеру, говорю, я в жизни никогда не пил. Когда меня велись, они говорят, употребляли, я говорю, начальник последние 45 лет ни капли. Он говорит, где сколько? Я говорю, 45. Вот, я никогда не пил в жизни, но когда человек употребляет алкоголь вовнутрь, он производит химическую реакцию, мозг расслабляется, у человека приподнятое настроение, он проблемы больше не замечает, у него все нормально, он доволен, у него все круто, и жизнь, и все, и песня, и все. Другими словами, он меняется. Химический состав алкоголя, наркотиков, анаши меняет процессы в твоем мозгу. Ты меняешься. Почему многие люди, которые пьют, они говорят, где я был, что было со мной? Они в отключку уходят. Другими словами, ты перестаешь быть самим собою. И я думаю, что это очень опасная штука, когда ты перестаешь быть самим собою. Поэтому в этот момент ты делаешь всякие глупости. И легко согрешить, когда ты напился. Говорят, я курю только тогда, когда напьюсь. А когда напьюсь, я всегда блужу. Это обычная комбинация. Поэтому, пожалуйста, дистанцируйтесь. Теперь, если человек наркоман. Мне одна женщина задала, почему вы считаете, что он грешник? Я сказал, я не считаю, что он грешник. Например, я люблю кофе. И он любит наркотики. Разница в чем? Ни в чем. Мне тоже нужно репцентр пройти. Освобождение от кофе. Но разница в том, что я не буду грабить, воровать и все остальное. Зависимость у наркомана настолько сильная, что ему плохо. И у него ломки идут, когда он не получает дозу. Поэтому, я считаю, что наркоманы – это несчастные люди, больные люди. Несчастные, больные люди. Но проблема не в том, что они наркоманы. Проблема в том, что они делают. Проблема не в алкоголе, наверное. Ничего страшного нет в алкоголе. Но проблема в том, что происходит с людьми. Драки, побои, синяки, избиения, ругачки, обиды. И в состоянии алкогольного опьянения человек теряет контроль над своим телом. Он сбивает людей на машине. Если я выпью кофе за рулем или алкоголь, разница есть? Если я выпью кофе, полицейский скажет – молодец. Молодец. Если я выпью алкоголь, полицейский меня арестует. Разницу чувствуете, да? То есть, алкогольное опьянение – ты теряешь контроль, все меняется. Поэтому, мне очень жаль вашего родственничка. Это очень плохо. Ему нужно освобождение. Надо молиться за освобождение от наркотиков. Но сказать, что грешник или нет, подвести черту – это грешник, он идет в ад. Я бы сказал – нет. Нет. Я бы не сказал, что он грешник. Я бы не стал подводить линию. Потому что он несчастный человек, он зависимый. Вот представьте, я уже приводил пример, еще раз скажу. Представьте, что вас бандиты поймали, плохие люди, привязали к кровати и вкалывали вам каждый день наркотики. Через несколько дней вы уже стали зависимым. И зависимые, зависимые… Вы стали зависимым. Вы грешник? Нет. Вы специально? Нет. Теперь вы вышли, вы зависите от наркотика. И вы просто уже не можете. Вам он нужен, да? Это не грех. Вам теперь нужно лечиться, проходить реабилитацию. Вам нужно пройти длительный процесс. Это очень сложный, болезненный. Но теперь, после этого, нельзя же сказать, что, ох, смотрите, вот Люду поймали, накололи ее, теперь она ходит и наркотики ищет. Но если Люда начнет грабить людей, начнет воровать, начнет продавать все из дома, начнет… Все, вы разницу почувствовали, да? Все. На эту тему не будем останавливаться долго. И мы уже на эту тему говорили. Так. Татьяна из Мизури. Мы с мужем ходим на ячейку. Она состоит из молодых семей. Как наша ячейка начиналась… В семьях был мир и здоровье. Так. Мир, здоровье. Теперь наша ячейка разрослась. И в семьях нет здоровья. Очень болеют дети. Взрослые. Что это? Ой. Я что-то не совсем понял. Какая аналогия между… Я носил кеды. Теперь я стал носить ботинки. Я стал болеть. Вопрос. Если на ячейку приходят больные люди с вирусами, они могут заражать? Или других людей? Легко. Может быть, из-за этого. Но я бы не сказал, что из-за того, что вы ходите на ячейку. Понятия не имею. Понятия не имею. Какая связь вообще? Не вижу связи. Хорошо. У нас есть несколько из прошлых вопросов. Из Миннесоты Светлана спрашивает. Седьмой день Господу – это воскресенье или все-таки суббота? Интересно ваше мнение. Отвечаю. Популярно. Седьмой день Господу. Многие христиане решили отдать Богу один день. А все остальные дни Богу места нет. Не седьмой день, а семь дней Господу. Иисус, Он Господин всех дней. И Он Господин субботы в том числе. И сделайте у вас вечную субботу. Суббота с Господом. Одна из десяти заповедей. Чти день Господен. Субботу. И это нужно делать. Возьмите один день. Остановитесь на путях ваших. Не надо заниматься бизнесом. Не нужно заниматься делами. Не нужно делать какую-то работу. Выделите хотя бы один день. Ладно. Воскресенье у нас работа. Мы собираемся. Едем в церковь. Там дела. Семья. Шум. Гам. Все дела. Суббота. День покоя. Бог хочет, чтобы мы подарили покой. Если в воскресенье вы едете на собрание. Если у вас идет там богослужение. Там и встречи. И обеды. И все остальное. То возьмите один день для Господа. Подарите Господу один день. Бог специально. Если бы Бог не дал бы субботу. Они бы всю неделю работали. Без остановки. Бог выбрал один день покой. Нужно. Чтобы был. Мы каждую ночь ложимся спать. Чтобы перезарядиться. Нам нужен сон. Мы залазим в свои теплые постельки. Укрываемся под теплыми одеялами. Лежим на своих теплых подушечках. Греемся там. И спим. Мы спим треть жизни. И нам так классно. И мы. Ну знаете. Вот. Как у детей. Дети ненавидят. Дети ненавидят. Постель. Вечером. Дети ненавидят. Но за восемь часов. С ними происходит метаморфоза. И утром. Они вцепившись в свою подушечку. А их не оторвешь оттуда. Вечером не загонишь. Утром не вытащишь. Но нам нужен покой. Так устроен человек. Нам нужно. Нам нужно останавливаться. Нашей душе тоже нужен покой. Нашей душе тоже нужен покой. Нужно иногда останавливаться на пути. Поэтому. Когда мне говорят. Какой день Господу. Я говорю. Пускай все дни будут Господу. Но. Один день. Суббота. Это день покоя. День. Когда мы успокаиваемся. От дел своих. День. Когда мы расслабляемся. День. Когда мы отдаем Господу. День. Когда мы молимся. И ищем Писание. Сидим дома. Никуда не дергаемся. Воскресенье. Это уже первый день недели. Это уже начинается работа. Идем в церковь. Служим. Там делаем что-то. Проповедуем. Движники делаем. Все. Отлично. Суббота. Успокойся. От дел своих. Не нужно никуда напрягаться. Идти. Расслабься. Сократите все движения в субботу. Выберите. Чтобы суббота у вас был покойный. Хороший день. Чтобы суббота был потрясающий день. Чтобы суббота был день. День, когда мы отдаемся Господу. День, когда мы говорим. Господь пастырь мой. Выбрали один день. Поэтому я предлагаю это сделать. Как Писание говорит. Суббота. Суббота. День Господень. Не ходите в церковь в субботу. В субботу нужно дома в покое находиться. Теперь. А воскресенье это уже день, когда мы идем на служение. Это работа. Это труд. Это дела Божии мы должны делать. Мы там трудимся. И все остальное. Договорились, дорогие ценные? Следующий вопрос. Так. Что можно сказать в ответ православным о молитве за умерших? Ой. Вы знаете, вот эту надежду. Вообще откуда вот эта идея взялась молиться за умерших? Вымаливать, там еще свечи ставить и молиться. Сейчас представьте ситуацию. Вы немощный пастор. И к вам в церковь ходят люди. Ваш православный приходик, вы батюшка, ходят люди. Люди приходят и все беспокоятся за гробной жизнью. И вот одна состоятельная сестра приходит в церковь, молится. Она финансирует ваш храм, ваш приходик. От ее пожертвования зависит все у вас. И свечи, и побелка, и дорожка, и все. Она вот состоятельная. Ну вот у этой сестры муж-алкоголик умирает. Она хороший спонсор церкви. И она приходит к вам и говорит, я за него молилась. Я за него всю жизнь молился, а он пьяница. Умер. Неужели все, что я делала в вашей церкви, бесполезно? И она чуть ли не с рыданием. Могу ли я как-то помочь моему мужу-алкоголику, который помер? Вы стоите, чешьте затылок. С одной стороны. Если я скажу, милая, финита ля комедии. Все. И ты так скажешь, она обидится. Она обидится, уйдет из церкви, уйдет из церкви. Ты не покрасишь храм, дорожки не постелишь, колокол новый не купишь. Не купишь новый колокол, люди не будут собираться к тебе на собрание. Потому что часов ни у кого нет. И вот стоит батюшка, чешет затылок. Чешет репу, чешет. И думает, что бы ей сказать. Умиленная сестра в слезах, в надежде, что еще есть шанс помочь ее мужу-алкоголику. Она что хочет помочь искренне. И тут к вам приходит идея. Как сказать, психологический трюк. Скажу ей что-нибудь, чтобы ей было приятно услышать. И пожертвования в церкви останутся. И надежда появится. И ты говоришь, давай так. 40 дней еще вопрос можно решить. Был алкоголик, наркоман, убийца, блудник. Но еще он в чистилище придумывается новое чистилище. В писании ничего не сказано о чистилище. Ни-че-го. Чистилище нету. Нету. Не существует его. Но ты придумал. Чистилище. И вот этот батюшка чешет репу и говорит. Вот, душа сейчас в чистилище. Сейчас еще не определилась. 40 дней будет определяться. Направо или налево. Вот. А она говорит, да ты что. Как же я моему Ивану могу помочь. Алкашу Ивану. И тут у батюшки созревает идея. И в церкви пожертвования. И свечи залежавшиеся уйдут. И молиться будет. Духовные действия будут. И при церкви будут верующих больше. И ты говоришь, 40 дней каждый день. Значит, берешь свечей в 30 раз больше. Ставишь их. Молишься. Молишься вот этому, вот этому, вот этому идолу. Иконе. И вымаливаешь его. Прорываешь его, чтобы он в ад не пошел. Готова ли ты вырвать мужа из адских лап? И она стоит. Конечно, я моего Ивана вытащу из ада. И вот так. 40 дней она молилась. Душа спокойная. Что он в раю. Умиленная вдова ходит. В церковь несет свои пожертвования. Батюшка доволен. Все довольны. Все классно. Вот так эта ересь пришла. Не поможет. К сожалению. Ни одна молитва тем, кто уже с той стороны. Не поможет. Это не поможет. Людям нужно открывать глаза. Проблема в том, что у них традиция настолько глубокая. Настолько она далека от реальности. Поэтому я сказать по этому смыслу в этом деле ничего не могу. Еще раз, дорогие, напомню. Мы с вами в прямом эфире. Я вижу, люди пишут комментарии. У нас идут комментарии. Последние 15 минут остаются у нас. И я хочу посмотреть, какие вопросы приходят. Вопросы идут полным ходом. Где в Библии написано, что на седьмом небе? Апостол Павел пишет в одном из посланий, что был вознесен до седьмого неба. Юлия Игнатова, так, не по писанию. Андрей из Украины. Максим, вы можете показать средний палец в камеру? Наконец убедить верующихся, что это палец только, и что это грех считать. Нет, смотрите. Смотря с какой эмоцией вы показываете. Я не буду средний палец показывать. И фигу не буду вам показывать. Потому что для некоторых людей это обозначает очень плохие вещи. Но вы можете посмотреть, у меня есть и средний палец, и все. Но если вы вот так в эмоциях показываете какой-нибудь палец в окно своей машины, потому что вас кто-то подрезал, это послать матершинный сигнал человеку. Юрий спрашивает, может ли Бог исцелить неверующего родителя? Конечно может. Молитесь. Конечно может. Вот. Но теперь, если показывать средний палец, возвращаясь к среднему пальцу, то для многих людей это уже обозначает матершинное слово. К сожалению. Фигу показать. Почему люди не показывают фигу? В Библии ничего не сказано, но этот знак уже обозначает ругательство. Вот. Хорошо. Итак, драгоценные. Еще раз напомню. Это прямой эфир. Мы в прямом эфире. И я отвечаю на ваши вопросы. С удовольствием хочу ответить на многие-многие вопросы. Алкаш Иван сам при жизни определил себе дорогу, пишет Юлия Игнатова из Санкт-Петербурга. Ну да. А ложь тоже грех? Хелен из Скилла пишет. Конечно грех. У батюшки или у кого другого. Конечно грех. Но знаете, как вот ложь поселяется очень интересно. Кто-то придумывает что-то. И потом начинается цепная реакция. Ко мне один с претензией. Почему День Победы они празднуют 8 мая, а не 9 мая, как мы? А я говорю, ну как, почему? Ну, потому что Германия подписала капитуляцию 8 мая. Он говорит, не может быть. Я говорю, нет, может быть, она 8 мая подписала. По европейскому времени это было 8 мая. В Москве это было 9 мая. Но в Европе это было еще 8 мая. И человек напрягся. Как? Они разве не 9 мая? Я говорю, ну технически там, где они подписывали, было 8 мая. Но Победу мы празднуют 9 мая, потому что у нас уже было 9 мая. Для нас 8 мая это не День Победы. А для них День Победы. Он напрягся. Говорит, а я всю жизнь думал, что они капитулируют 9 мая. Я говорю, ну, все зависит от того, на какие часы ты смотришь. Там, где они подписывали капитуляцию, было 8 мая. И он всю жизнь жил в этой информационной лжи. Знаете, мы все жили в информационной лжи. В Советском Союзе. Помните, я пришел к маме и говорю, как я рад, что я здесь в этой стране живу. Она меня посмотрела. Я был обыкновенным зомби. Обыкновенный зомби. Счастливый, благодарный, что мы живем в такой классной тюрьме, которая называется Советский Союз. Не выехать, не заехать, никуда не можем. Нам запрещено все. Иметь запрещено. И так нас убедили, что это так классно, что мы в СССР живем, таки мы. Мы жили в сплошной тотальной лжи. И жили в тотальной лжи. Что мы от этого? Грешники. Теперь, те, которые создавали ложь, эти люди, вот они грешники. Но обманутые, это не грешники. Мы просто были зомбированные. Поэтому, когда кто-то говорит, что ложь тоже грех, ложь батюшки и все остальное. И некоторые батюшки сами живут в обмане, обманутые. Вот, поэтому, если ты обманут, это не значит, что ты грех. Меня обманули. Но это не значит, что я грешу. Вот, меня обманули. Например, мне сказали, что сейчас в Киеве идет дождь. О, я говорю, люди, в Киеве идет дождь. А на самом деле там не дождь, а солнце. И мне говорят, ты лжешь. Я говорю, стой, стой, стой. Я говорю то, что мне сказали. Я не говорю, не делаю заявление, что сейчас в Киеве идет дождь. Но я доверяю этому человеку. Меня обманули. Поэтому это не является ложью, когда обманутые люди. Поэтому, говоря о православных или католиках, они обманутые. Но это не значит, что они лгут. Многие из них обманутые. Проблема не в тех людях, кто обманут, а кто создает ложь. Хорошо. Аллилуйя. Слава Господу. Так, если у вас есть вопросы, я с удовольствием хочу ответить на них. Хелен из Украины. Я лично считаю, что не деминация важна, а истинная вера у человека. Аминь. Деноминация не спасает. Люди, нигде в Писании сказано, если будешь ходить в деминацию, то тогда ты будешь спасен. Нет. Деноминации вообще никакого. Более того, я более чем уверен, что на небесах не будет деминации. Некоторые хотят, чтобы на небесах были одни баптисты или писятники, но там не будет. Там будут дети Божии. Истинная вера – это не конфессиональная принадлежность. Это отношение между тобою и Богом. Вера – это отношение между тобой и Богом. Следующий. Все дни для Господа пишет Шахназай страны Оман. У нас в арабских странах служение проходит по пятницам. Видите, как выходной день в пятницу. Чем отличается английская церковь от протестантской? Интересуюсь, потому что внучки в Лондоне ходят в такую школу. Ну, англиканская церковь создана была противовес католической церкви, когда королева Ангелия не хотела подчиниться папе римскому, и она создала англиканскую церковь. Очень мало отличается от католической, по храмам, по всему остальному. Но выглядит как англиканская или английская церковь. Это был раскол такой. Но многие англиканские церкви сегодня являются очень огненными протестантскими церквями. Вот это удивительно. Я был в одной англиканской церкви в Лондоне. Потрясающая церковь. Это церковь, которую разработала Альфа-курс. Потрясающая церковь. Служение, помазанники, проповеди. В общем, потрясающая, хорошая церковь. Теперь нужно смотреть, какая конфессия, во что они верят и что они говорят. И вот такой вопрос возникает. То есть, ходите в церковь и смотрите, о чем там учат и о чем говорят. Хорошо. Идем в вопрос. Что делать с вершими людьми, которые на не первый год в церковь ходят и грешат? Допускаются ли такие люди до служения? И как вы поступаете с такими людьми? Янина из Германии. Так. Ну, давайте так. Когда мы говорим о церкви, они ходят в церковь и грешат. Они ходят в церковь, но не являются церковью. Быть в церкви, это еще не значит присутствие тела Иисуса Христа. Многие люди, сегодня, сейчас, вот здесь у нас в группе, в Доме веры, много людей присутствует. Но не все являются частью тела Иисуса Христа. Другими словами, когда мы находимся в общении, это не значит автоматически, что мы сразу же являемся телом Иисуса Христа. Находиться в поместной церкви, это не значит находиться в теле Иисуса Христа. И тут же задается вопрос, а что значит отлучить от церкви? Другими словами, отлучить от поместной церкви, от собрания. Когда человек грешит и вводит в грех других людей, например, блудит и совращает, она мужчина или женщина, он совращает, совратители. И он приходит в церковь. Таких людей, если он продолжает, называясь братом, продолжает, или сестрой, продолжает творить беззаконие, продолжает творить грехи, то Писание говорит, таких нужно отлучать от собрания, дистанцироваться и ставить на замечание, чтобы все знали, что это меченый. Он меченый. То есть, если человек приходит и говорит, что я каюсь, если его отлучают, если он искренне кается, то тогда это бесовские пасторы. Есть такие пасторы, которые с удовольствием отлучают от церкви человека, который готов покаяться. Отлучать только в том случае, если человек не готов, он может уйти из церкви. Пусть он уходит, если он не хочет меняться. Но теперь, когда мы с вами говорим об отлучении, это очень жесткая мера от поместной церкви. Теперь, когда, вот сейчас здесь у нас находится много людей вместе в общении. Я же не могу знать вас, но Господь знает вас. И некоторые из вас не будут иметь участие в воскресении, не будут иметь участие в вознесении, не будут иметь часть тела. Почему? Вы, находясь в общине, находясь здесь, это не значит, это не значит, это не значит, что вы автоматически попадаете в рай. Нет, Бог смотрит на сердце, Бог смотрит на тебя, Бог не смотрит на лицо. Аллилуйя! Вы понимаете, о чем я говорю? Другими словами, Бог смотрит на лицо. Не смотрит на лицо, смотрит на внутренность. Теперь, если вы ходите в святости, праведности, истины, любите Господа, слушайте, поклоняйтесь, если вы, тогда вы, вам открыты небеса. Очень сложный процесс церковного управления. Немногие люди понимают вообще, как это работает, как это работает, функционирует, как, что, почему. Почему? Многие пасторы, в первую очередь, защищают свою церковь не от дьявола, а от других, от других пасторов. Вот. Вот такой вопрос от Андрея с Украина, наверное, хотел написать, с ошибкой написал. Максим, чье слово последнее, пастора или начальствующего, неверующего, но слуги Божьего? Так, это как-то неверующий, наверное, милиционер. Чье слово последнее? Ну, давайте так, если в церкви, то последнее слово старшего пастора, потому что он в церкви власть. Например, каким цветом красить стены? Милиционер не решит, каким цветом красить стены. Хотя, снаружи, во многих странах запрещено красить в определенные цвета, и поэтому там есть мэр, который управляет и говорит, чтобы дома были покрашены в этот цвет. Я в Америке это обнаружил, оказывается, во многих районах запрещено красить тот цвет, который ты хочешь. У них здесь в районах, и в Германии тоже такое, в районах есть такая, чтобы черепица была такого цвета, чтобы стены были такого цвета, чтобы все было, вот там тебе дают вариант. Вот, поэтому, вот, начальник есть начальник. У каждого есть своя зона власти. Пастор не властен на твоей личной жизнью. Многие приходят к пастору, думая, что пастор, он будет всю мою жизнь контролировать, говорить, на ком жениться, где работать и так далее. Брехня. Пастор, его власть ограничивается церковью, а дальше церковь Иисуса Христа. Вы улавливаете, о чем я говорю. То есть, здесь не должна переходить границу власть пастора. Многие пасторы переходят границу, и они попадают в контроль человеческой жизни. И это есть секта. И сектантская жизнь не может личная жизнь у человека есть. Личная жизнь, он должен делать сам выбор, он должен принимать самостоятельные решения. Аминь. Дорогие мои, пусть Бог благословит вас. Пастор, спасибо за ответы, ваши передачи и общение с вами. Это большое благословение от Господа. Благословение. И вам, Татьяна, с благословения. На этой ноте мы заканчиваем молитвой. Господь, благодарю Тебя за это общение. Благодарю Тебя за то, что Ты собрал нас вместе. Я прошу, благослови всех тех людей, кто слушает меня. Благослови их жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие мои, встретимся с вами завтра. Все дни недели в это же время, кроме понедельника и субботы. И завтра вечером я уже улетаю в Лондон и потом в Германию, потом в Украину, Молдову. Хочу с вами встретиться. Пусть Бог благословит вас. Хочу поблагодарить вас за партнерство. Хочу поблагодарить вас за партнерство, за его участие. Хочу поблагодарить за то, что вы поддержите нас. Ваши десятины и приношения помогают нам достигать людей Евангелия. Помогают мне распространять Евангелие Иисуса Христа. Я хочу, чтобы Евангелие Иисуса Христа распространилось до краев земли. Чтобы Церковь Божия утвердилась. Пусть Бог благословит вас. Держитесь за Господа. И помните, что с Богом все возможно. С Богом все возможно. Ожидайте чудес. Спасибо вам за ваше участие. Если вы хотите поддержать, пройдите на сайт cnl.tv и поддержите служение Дома Веры, телеканала CNL. Поддержите нас вашими щедрыми пожертвованиями. Сегодня с вами был Максим Максимов. Люблю и ценю каждого из вас и благословляю. Всем пока и благословения. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!